Дорожный ремонт в Заречном Зареченцы все чаще становятся жертвами интернет-мошенников Перечисляли указанные в интернете на сайтах счета денежные средства После этого денежные средства испарялись Лучшее в области и округе Судебный пристав из Заречного победила в двух этапах всероссийского конкурса Когда человек исправляется и начинает платить Это, знаете, как удовлетворение наставили на путь истинный Ну и далее все подробности этих и других событий В Заречном завершается первый этап намеченного на этот год ремонта дорог До дня города в порядок приведены наиболее оживленные магистрали Те, по которым в дни торжеств проедут гости По окончании праздника в течение лета дорожникам предстоит сделать вдвое больше Рассказывает Светлана Демина Зареченские дороги постепенно приводят в порядок Специалисты заверяют, все идет по плану И первый этап ремонта на финишной прямой После проведения торгов мы в соответствии с графиком приступили к ремонту До 9 мая мы, как и планировали, сделали ремонт на проспект 30-летие Победы Включая перекресток с улицей Комсомольской Кроме того, капитально отремонтирован участок дороги на проспекте Мира И перекресток улиц Заречная, Ленина и Строителей На очереди улица Светлая, но за нее возьмутся только после дня города Мы немножечко изменили порядок ремонта В связи с тем, что приближается день города И будет много гостей Мы изменили порядок, ушли не на улицу Светлую, а на АМ-проходную Ямочный ремонт тоже на завершающей стадии До 24 мая его обещали полностью закончить Автомобилисты уже заметили разницу между тем, что было и что стало Немного лучше стало Ямы заделали даже вот здесь, посмотрите, около завода То есть ямочный ремонт – это тоже хорошо? Ну да, конечно Ну да, в принципе, есть какие-то изменения, но не особо А чего хотелось бы? Лучших, лучших дорог хотелось бы Со временем, уверяют специалисты, дороги станут лучше Были бы средства Мы надеемся, что в июне с финансированием вопрос будет решен И проведя торги, где-то в июле мы можем приступить к ремонту этих дорог Это улица Заречная от Светлой до Любовина Улица Любовина, улица Заводская И участок улицы Индустриальной к ЗСМ Второй этап капремонта обойдется вдвое дороже В июле на дорожные работы планируется потратить 40 миллионов рублей Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный» И к другим темам Внесли свою лепту Более 19 тысяч рублей пожертвовали зареченцы на строительство храма Рождества Христова Эту сумму сегодня вынули из двух новых жертвенных кружек, установленных в начале апреля Эти ящики с прозрачными стенками позволяют следить за процессом пожертвования Вероятно, поэтому они переполнились уже через месяц после установки Благодаря усилиям жителей Заречного строительство храма вновь активизировалось Всего с середины февраля трудовыми коллективами и частными жертвователями собрано более 2 миллионов рублей И это вдвойне радостно в том, что люди откликнулись на это доброе дело И самое главное, мы в этом видим, что это тайные жертвы Потому что тайная жертва, она всегда приятна Богу И здесь мы видим ее воплощение Сейчас, я думаю, что многие уже заметили, что из земли вышивали стены нашего храма Рождества Христова Соколинтаж практически уже закончен Осталось сделать только плиту перекрытия И это уже, наверное, дало людям возможность, правда, реально увидеть, на что идут их деньги Я всем благодарен, потому что без этих крох, которые потом получаются в море Мы не можем построить то великое здание Церкви Христовой, которое мы все-таки воплощаем в жизнь О губернских новостях Вячеслав Сатин приступил к работе в должности исполняющего обязанности мэра Пензы Пост вице-губернатора Пензенской области он покинул еще в пятницу Эти обязанности возложены на заместителя председателя правительства региона Валерия Савина Вячеслава Сатина же назначили первым заместителем главы администрации Пензы В то же время мэр Роман Чернов официально подал заявление о сложении полномочий И на Вячеслава Сатина возложили его обязанности Судьбу экс-главы администрации Пензы будут решать депутаты Гордумы Очередная сессия состоится в пятницу, 24 мая В повестку дня будет включен вопрос о главе администрации Пензы Депутаты должны удовлетворить ходатайство Чернова И объявить о конкурсе на замещение вакантной должности И вновь вернемся к городским событиям Житель Заречного стал жертвой интернет-мошенников Увидев на одном из популярных сайтов объявление о продаже мотоцикла Мужчина связался с продавцом по указанному телефону Автор объявления попросил предоплату в 50 тысяч рублей Зареченец перевел деньги на указанный ему банковский счет Но дальше сделка застопорилась Абонентский номер продавца больше не отвечал Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве Любители залезть в чужой карман становятся все хитрее и изощреннее Тему продолжит Алина Филиппова Здравствуйте, вам звонят из СПА-салона У меня для вас хорошая новость Ваша подруга сделала подарок Сертификат на бесплатную СПА-процедуру Такое заманчивое предложение получила по телефону жительница Заречного Лариса Николаевна Сертификат на процедуру в элитный салон ей якобы подарила подруга Однако на деле все оказалось совсем не так Через 2-3 минуты звоню своей подруге, Светлане Якобы от какой, от кто мне заказала Я говорю, Света, ты зачем мне это сделала, это такие дорогие маски Она мне отвечает, я этих вещей не делала Я говорю, я первый раз слышу вообще, что такое есть На предложенную халяву, вопреки русской традиции, решили не вестись А вот на телефон, с которого поступил звонок, перезвонили Но номер оказался заблокирован В случае с нашей героиней и так называемый спасалонный лохотрон не сработал Обращаться в правоохранительные органы Лариса Николаевна не стала и зря Ведь без официального заявления провести проверку сотрудники полиции не смогут Подобные случаи обмана граждан в нашем городе еще не регистрировались Зато все чаще зареченцы становятся жертвами интернет-мошенников Граждане через интернет заказывали либо бытовую технику Либо товары, скажем так, обычного бытового потребления Перечисляли указанные в интернете на сайтах счета денежные средства После этого денежные средства испарялись На первом месте по-прежнему остаются телефонные разводы С начала года сотрудники полиции уже зарегистрировали 45 случаев И все же горожане к подобным ситуациям стали внимательнее Не надо ничего им подчиняться Мошенников полно, особенно бабушки Вот они обманывают Я стираю эти сообщения сразу И другим советую Потому что на эти аферные дела лучше не поддаваться Проверяйте все сомнительные звонки Информацию о подарках и выигрышах О которых вам радостно сообщают по телефону или через интернет Только так можно обезопасить себя от мошенников И помните, слово «бесплатно» В подобных сообщениях, как минимум, должно настораживать Алина Филиппова, Андрей Лешин Телерадиокомпания «Заречный» 35-летний житель Заречного вернулся из Москвы с товаром Он привез около 1000 таблеток с кодеином С прошлого года по закону такие препараты отпускаются только по рецепту Но мужчина обошел все преграды и сумел купить их без рекомендации врача Уже в родной области его задержали сотрудники Управления Федеральной службы по контролю за наркотическими веществами И Федеральной службы безопасности Задержанный уверял, что вез таблетки для собственного употребления Однако, по оперативной информации Часть таблеток он планировал сбыть среди местных наркоманов по более высокой цене А часть пустить на изготовление дезаморфина Зареченцу грозит от 4 до 20 лет лишения свободы И к другим темам Лучшие судебные приставы работают в Заречном Елена Блинова успешно выступила во всероссийском конкурсе Судебные приставы детям Она победила в областном этапе И выиграла этап на уровне Приволжского федерального округа Теперь ей предстоит выступить в заключительном всероссийском туре Успеха Елене Сергеевне пожелала Ксения Тризна В жару и в холод, в дождь и слякоть В любое время года Судебный пристав исполнитель Елена Блинова На страже интересов детей Она следит за тем, чтобы родители Не уклонялись от своих обязанностей И регулярно выплачивали алименты Все именно направлено на то, чтобы как-то Помочь Взыскать Те, кто не хочет добровольно платить Ну а те, кто платит Как бы Но не хотят общаться между собой родители Получается, что мы как бы Цепочка, звено, которое может передать эти деньги Чтобы ребенок ни в чем не нуждался Свои обязанности Елена Сергеевна выполняет тщательно Ее добросовестность оценили на всероссийском конкурсе Судебные приставы детям Елена Блинова стала лучшей в области И в Приволжском федеральном округе Главным критерием была результативность пристава Количество успешно разрешенных дел О выплате алиментов Коллеги уверены Все дело в том, что Елена Сергеевна Внимательна к каждому Она относится ко всем И алименщикам, и должникам И взыскателям С душой То есть она вникает в их проблемы Помогает Когда нужно Даже вот Не считаясь своим личным временем Семейным временем Эта служба и опасна, и трудна Но когда все получается Когда удается достучаться до человека Приносит ни с чем не сравнимую радость Когда человек исправляется И начинает платить Это, знаете Как удовлетворение от того, что вот это вот Все-таки получилось Что наставили, как можно сказать На путь истинный Сейчас Елена Блинова готовится к третьему Всероссийскому этапу конкурса Какими будут задания, она пока не знает Но собирается с честью выдержать все испытания Ксения Тризна, Владимир Полищук Телерадиокомпания «Заречный» 226-я школа под надежной охраной На территории учебного заведения Появились пушка, гаубица, самоходка И система залпового огня Все это экспонаты музея военной техники Под открытым небом Раньше около школы находились Только пушка, Д-48 И гаубица, Д-1 В преддверии дня города К ним присоединились и экспонаты Которые хранились на территории комбината благоустройства Их собирали не один год И среди них есть уникальные К примеру, реактивная система БМ-21 или ГРАД Потомок всем известной «Катюши» Пока есть только в Заречном И это далеко не последнее легендарное приобретение Для нашего музея Пока у нас 4 экспоната Но в этом году, я думаю, что у нас Уже будет в конце лета 5 экспонат Это Т-55 Который легендарный наш танк Который принимал участие Во всех боевых действиях Хочу еще небольшую тайну открыть Что наши подшефные части Это Сызранское вертолетное училище летчиков В этом году планируют нам Пару образцов своих техники Тоже предоставить Где расположатся новые экспонаты Пока загадка Возле школы места для них вряд ли хватит Не исключено, что и техника Которая уже есть в музее Впоследствии переедет на новое место На очередном заседании Этноконфессионального совета Обсудили несколько важных Социальных вопросов Один из них Организация летнего отдыха Детей и подростков Представители департамента образования Представили полную картину Летней оздоровительной кампании Которая планировалась С использованием лучших Наработок прошлого года В этом году По линии департамента образования Смогут отдохнуть 3250 детей Всего на организацию Летней оздоровительной кампании Выделено 36,5 миллионов рублей Из них 24,5 миллиона Средства местного бюджета На заседании Обсудили также и подготовку К празднованию 55-летия Заречного Члены Этноконфессионального совета Активно участвуют В организации национальных слободок Где, когда и как Будут работать эти слободки Выяснила Алина Филипова В день города В Заречном Откроется ремесленная слобода Ее организацией Сейчас занимаются Представители этнических общин Учреждения культуры И городские предприятия Каждая из национальных слободок Будет состоять Из нескольких частей Фрагменты интерьера Кухни Выставки народных промыслов И сцены с национальными танцами И песнями Сами слободки Расположатся вот здесь На проспекте мира Что, согласитесь Весьма символично Всего их будет пять Русская, татарская, мордовская, армянская И, конечно же, украинская Которая расположится прямо вот здесь На крыльце 216-й школы Фрагмент украинского хуторка Создают сейчас в детской школе искусств ЛАД Фасад избы и настоящий плетень уже готовы Декораторы доделывают колодец И мелкие детали быта Артисты в это время репетируют Здоровенькие булы Я Хрюшка из детской школы искусств ЛАД Всем рада! Над слободкой трудятся всем миром В ЛАДе говорят, что самое важное Передать яркий украинский колорит И, конечно же, не забыть о разнообразных Национальных угощениях Организаторы слободки уже заказали Традиционные блюда и даже горилку Ее обещают продавать в разлив Но главной достопримечательностью будущего хуторка Станет, конечно же, творчество воспитанников ЛАДА Спевают песни от старо до мало Потому что и хор ветеранов спевает И малыши спевают И все спевают эти украинские песни Танцует ГПК, театр моды Дива Наша выпускница Светлана Волокушина Из Москвы везет костюмы 20 костюмов украинских Специально для нашей слободки Национальные слободки начнут работу 25 мая В 17.00 и закончат ее в 22.30 Так что познакомиться с особенностями национальных культур Успеют все желающие Алина Филиппова, Андрей Лешин, Сергей Пруцкий Телерадиокомпания «Заречный» К своему юбилею город стал мобильным Приложение «Заречный» 55 лет Которое разработала команда бизнес-инкубатор «Импульс» Теперь доступно во всех смартфонах и планшетах С помощью него можно совершить прогулку по памятным местам города И узнать историю во всех подробностях Для этого нужно скачать бесплатное приложение Затем выбрать слой «Заречный» 55 И посмотреть на виртуальный город через видоискатель своего телефона Вам откроется дополненная реальность Первый колышек, забитый на месте строительства города Историко-археологический комплекс «Ахунское городище» Арт-объект «Пропуск» и еще много интереснейших объектов Путешествуйте по историческим местам нашего города С помощью нового мобильного приложения «Заречный» 55 лет Подробнее о новом мобильном приложении нам расскажет сегодня гость студии Денис Климанов, директор бизнес-инкубатора «Импульс» Добрый вечер, Денис Денис, как появилась вот такая идея создать мобильное приложение? С этой идеей создания мобильного приложения выступил один из наших резидентов Который сейчас благополучно развивается в городе Набережной Челны Он приехал в гости и предложил разработать такое мобильное приложение Это совпало с разработкой исторического маршрута нашим музейным высочным центром Мы решили совместить это и в подарок к дню города Сделать такой исторический маршрут в качестве подарка и электронного приложения к мобильным устройствам Теперь наши исторические объекты еще получили и дополненную реальность Подробнее о том, что из себя представляет приложение и как им пользоваться Мы побеседуем после окончания информационного блока нашей программы Так что не переключайтесь Особенным обещает быть специальный выпуск газеты городского сообщества «Заречья» Приуроченные к юбилею города В эти минуты заканчивается его верстка Честно говоря, впервые коллектив редакции газеты делает такой номер Конечно, раньше мы делали 32 страницы Но чтобы из них 24 страницы были полноцветных, это впервые Кроме внешней своей яркости, праздничный выпуск обещает сверкнуть набором особенных тем По словам главного редактора, газеты читатели получат небольшую городскую энциклопедию С занимательной городской статистикой, интересными фактами о рогатом символе города Лосе Комментариями всех глав администрации, занимавших этот пост когда-либо Особым разделом «Мэйд-ин» «Заречный» и многой другой интересной информацией Сотрудники редакции советуют читателям сохранить этот выпуск в домашней коллекции, как в перспективе раритетной И еще на юбилейную тему подведены итоги городского конкурса рисунков, посвященного 55-летию Заречного Творческое состязание объявила Центральная городская библиотека Художественные признания в любви городу выполнили воспитанники почти всех детских садов Светлана Демина полюбовалась результатами вдохновенного труда юных зареченцев Дома, улицы города и его жители Заречный, как он есть, на рисунках самых юных горожан Тут, признаются дети, вдохновение долго искать не приходится Сюжет для нового шедевра можно найти, просто глядя в окно или даже в собственное зеркало Я нарисовала саму себя Потому что я живу в этом городе, а мне очень он нравится Что ты нарисовала в этом городе? Дома, которые в нашем городе А почему именно такой рисунок решил нарисовать? Потому что наш город красивый со всеми этими домами Рисунки дошколят украсили одну из стен центральной городской библиотеки Около 30 работ представили малыши на конкурс, посвященный 55-летию Заречного Среди них есть и картины, над которыми трудились всем детским садом У нас номинация индивидуальная работа, коллективная работа Номинация жителей города, номинация улицы города Авторам самых ярких и красочных рисунков вручили полезные сувениры Хотя, как говорят сами ребята, призы не главное Совсем скоро у любимого города день рождения И творчество детей ему в подарок Заречный, Заречный, наш город дорогой Заречный, Заречный, любимый детворой Светлана Дюмина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный» Мобильный Заречный в вашем планшете или смартфоне Об этом мы поговорим с нашим гостем через несколько минут А прямо сейчас реклама Джентльмены, ловите момент в караване Ведь там кита свежемороженая 79,90 Томат Краснодар 79,90 Сардельки говяжьи 99,90 Конфета Рафаэлла 150 граммов 119,90 Клубника 159,90 Лови момент с караваном Выбери меня, выбери меня Выдовая техника с завтрашнего дня Мир мечты, юсты ты Муниципальное предприятие «Ремонтно-строительный комбинат» реализует жилые помещения эконом-класса, расположенные в новостройке на 132-м квартале по цене 21 тысяча рублей за один квадратный метр Справки по телефону 61-40-14 23 мая в 19.00 на сцене Театра юного зрителя произойдет совершенно невероятное событие Женитьба Николая Васильевича Гоголя Домода, Виктор Баян Домода, Виктор Баян Домода, Виктор Баян Который хотел бы узнать побольше об истории и исторических объектах города Завтра каждый житель города получит в свои почтовые ящики поздравления с знаменательной датой и небольшую инструкцию Там же будет схема, где на карте города схематично указаны эти объекты Их 24 Даже человек, который не имеет мобильного устройства, сможет пройти, посмотреть и увидеть те исторические объекты, которые сейчас на данный момент есть Те же, кто обладает мобильными устройствами на базе андроида или iOS платформах Могут скачать это бесплатное приложение, загрузить слой заречный 55, он так называется, к юбилею города Настроить радиус действия и самим посетить все эти объекты То есть направив свой видоискатель в город и в ту сторону, в которую он направит На его экране отобразится те объекты, которые находятся в этой стороне Также это приложение позволяет гостям города, которые не знакомы с нашим городом Получить навигацию, то есть нажав на ИТИ То есть это приложение приведет их к этому объекту через Яндекс-карты по нашему городу То есть им не состоит труда прийти к нему, снова навести на него видеоискатель И нажав и просмотреть дополненную реальность Что входит в дополненную реальность? Это текстовая информация, это фотографии, очень много фотографических материалов Это видеофайл, это аудиофайл То есть человек может полностью об этом историческом объекте узнать всю справку, всю информацию Насколько вы ручаетесь за достоверность той информации, которая предоставлена в этом мобильном приложении И где вообще, что послужило источником этой информации? За достоверность мы ручаемся полностью, так как всю информацию нам представил музей-ночный центр Огромное спасибо ему за это А вся эта информация, она представлена из архивов музея То есть она была собрана, обработана людьми И эта информация довольно-таки достоверна Помимо каких-то исторических сведений, что предполагается еще в этом приложении? Будет ли оно каким-то образом развиваться и дополняться? Ну, сейчас оно будет еще развиваться и с историческими памятниками То есть у каждого памятника будет устанавливаться табло Или таблички с кратким описанием Где будут располагаться также фотографии данного объекта Ну, в определенной давности Наведя на этот объект тоже уже в приложении на эту фотографию Вы также сможете прочитать и воспользоваться это дополненной реальностью К чему говорю? Такая же фотография находится сейчас в книге о городе Заречном Которую мы выпускаем к 50-летию И человек, который сидя у себя в кресле в теплом или еще накрывшись пледом Сможет, наведя мобильным устройством на фотографии в книге Также получить дополненную реальность То есть этим приложением мы добиваемся, что наша книга еще и оживает То есть смотря книгу мы можем посмотреть фотографии, видео и прослушать аудиофайл Но мы не будем останавливаться на исторических объектах Это пока вот к дню города, то есть некий подарок Мы рассмотрим другие объекты, то есть это спортивные объекты, культурные объекты Это предприятия города, это торговые сети То есть, ну, я думаю, тут для развития и роста очень много, как бы большой объем Ну и мы хотели бы развиваться не только в городе Заречном Мы планируем также развиваться и на областной цене города Пензу То есть в перспективе это мобильное приложение будет такой своеобразный гид по Заречному И в зависимости от того, какой объект хотел бы найти человек, он сможет воспользоваться Да, все правильно, он будет выбирать ту сферу интересов, как он интересен То есть если это какие-то там шоппинг Заречного, назовем так пока условно То есть он хотел бы узнать, где можно провести время Возможно, как бы торгово-развлекательные комплексы То есть культурное мероприятие, спортивное мероприятие Он выбирает определенный слой, который относится именно к этим объектам И, пожалуйста, все объекты он сможет как бы посмотреть, прочитать о них Почитать отзывы предыдущих посетителей Посмотреть афиши предстоящих мероприятий То есть все это он сможет в своем мобильном устройстве Спасибо, Денис Климанов Я искренне желаю успеха вот этому замечательному новому проекту И чтобы как можно больше зареченцев им пользовались Вам спасибо и пользуюсь случаем хотел бы поздравить всех с наступающим праздником Всех жителей города Удачи всем, благополучия Спасибо Как найти ответ на жилищный вопрос? Об этом мы поговорим завтра в прямом эфире С исполнительным директором фонда жилья и ипотеки Константином Прибыловым Вы узнаете, какие возможности предоставляет фонд горожанам Желающим улучшить свои жилищные условия Свои вопросы вы сможете задать по телефону прямого эфира Начало программы в 20 часов 30 минут Это вся информация на сегодня Я благодарю вас за внимание До встречи на родном канале Заречной И хороших новостей Компания «Ремстрой» Это уже 200 тысяч установленных облах Натяжные потолки Это модно, стильно и практично Кондиционеры компании «Ремстрой» Приятная прохлада в летний жаркий день Идеальная защита от солнца Вертикальные и горизонтальные жалюзи Компания «Ремстрой» Телефон 232-232 Компания «Ремстрой» Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова